Привет, друзья! Меня зовут Сергей Лихий. Я сейчас вам расскажу про примеры разорения. Как люди разоряют себя и каждый день, поседневно. И расточительство я называю это. Самое настоящее расточительство. Значит, смотрите. Я сдал эту машину своим знакомым, друзьям. Я сдаю машины в аренду. И им отдал бесплатно, потому что некоторые люди, они настолько мне близки, что я даю бесплатно, если им сильно надо, если человек в нужде. Вот я им сдаю машину, денег с них не взял. Так как я считаю, что да, у них там плохо с деньгами, и все у них там плохо, и проблемы. И у них была важная встреча, где, конечно, без машины не подъехать, потому что такая жара. И пока доберешься на транспорте, и в другой город, и все, там, собеседование, я не знаю, там, что там. То ты уже приезжаешь, и уже не можешь ни о чем думать. Потому что ты весь спотел, липкий, и, конечно, концентрируешься на том, как ты выглядишь. И вот я дал машину, и случайно сегодня сел и заметил один из примеров, который разоряет всех людей. И вот, посмотрите. Это вроде бы никто это не замечает. Вроде бы это думает, что это нормально. Я заметил вот этот стаканчик. Этот стаканчик, он, соответственно, как вы видите, от кофе. Вот, тут и... А, даже остался кофе. Посмотрите, как прекрасно. Крышечка пластмассовая, сам стаканчик бумажный. И, соответственно, вон мусор из-под сахара оставили случайно, я так полагаю. Вот, ничего страшного, я то все уберу. Но, смотрите, в чем заключается... В чем заключается разорение и расточительство. Денег у них нет, правильно? А кофе они купили. Где такой кофе они купили? Такой кофе они купили на заправке. Причем они вдвойне разоряют себя. Первое, это, конечно же, здоровье. Они пьют в эту жижу никудышную, которая очень плохо, сугубо влияет на здоровье. И они потратили деньги. Минимум такой кофе стоит евро. И они себе купили за евро 30 гривен. Или сколько там, 60 с чем-то рублей русских. И вот так вот, наверное, шикуют. Я не знаю, шикуют они, не шикуют. Но! Зачем вообще его пить? Зачем его покупать? Если вы уже такую гадость пьете, то делайте его себе дома. Покупайте какой-то бюджетный пакет и там себе колотите из собой. Но красиво, красиво вот эти вот понты. В стаканчик, типа, пью. Вот тут вот дырка для рта, здесь дырка для воздуха. И вот я, типа, такой классный, крутой. Пью вот эту поганую жижу. И зато я такой вот крутой. Потому что стаканчик такой красивый и все такое красивое. Вот. Так вот, друзья, если вы так будете делать, то никогда, никогда, никогда вам не быть финансово успешными людьми. Ну, так во всех книгах говорят и пишут. Это даже не мое мнение. Хотя я очень с этим согласен. Мне как-то один человек, у него куча домов, у него куча всякой недвижки. И он мне рассказывает, берешь евро, откладываешь сюда. Зачем его тратить? Отложил одно евро, отложил другое евро, собрал эти деньги, а потом раз, эти деньги инвестировал. Вот. И я согласен с такими людьми. Есть такой народ, называется швабы, их называют. Швабы, это в районе Штутгарта живут немцы такие. И вот эти швабы ходят такие, как бы, понятия, да, что их, ну, не очень сильно любят. Ну, как бы, ну, не та, что не любят, но, а, швабы, это, значит, синоним жадности, да, что он жадный, он деньги не тратит. Так вот, этот народ, у них надо поучиться. Они очень молодцы. Ни один бы шваб нормальный, финансово успешный, не позволил бы себе вот такую вот растрату, не имея денег, соответственно, да. Когда у него есть деньги, это уже другой вопрос. Но на начальных порах вот такое вот себе позволять, ну, это вот это вот, это никуда не годится, да. Это финансово неграмотно, ну, по моим меркам финансово неграмотно. Я не знаю, как там, у кого какая финансовая грамота, но это очень неграмотно. Вот такую жижу покупать, еще и не допить, потому что, почему не допил человек? Она горькая, горькая, ненужная жижа, она здоровья, она не приносит, бодрости она не приносит, она только отбирает бодрость, отбирает здоровье, вот, воняет, горькая, и такое пить невозможно. И не детям невозможно, будь оно здоровое, как говорят многие врачи, пить надо. Давали бы детям, но детям не дают, значит, никакое оно нездоровое, вот, и липкое, и, соответственно, взрослые пьют. Вот я вот, не знаю, взрослый или нет, но я такое не пью, и пить не буду, это никуда не годится, это пить нельзя. Это не то, что пить нельзя, это, ну, это, ну, это, ну, это вредишь своему здоровью. Мало того, что ты себе вредишь здоровью своему, ты еще и платишь за это деньги, это вдвойне неразумно. И ты подумай над этим, не надо смотреть на других людей, которые все говорят, да, я пью, а он там сумасшедший себе говорит, да, никого не слушай, никого не слушай, не пей эту жижу, не пей эту отраву, и не плати за это деньги. Подумай своей головой, подумай своей головой, что ты делаешь. Все люди, которые тебе скажут, да вот он сумасшедший, ну, на меня, не слушай его. Все эти люди болеют постоянно, постоянно у них проблемы, и они говорят, вот, ешь мясо, пей кофе, еще можно там это, все это ерунда. Да, будешь слушать таких людей, посмотри их медицинскую карточку, и посмотри, как они болеют, посмотри на них. И вот тогда, тогда ты будешь таким же сам, как и они, понимаешь? Будь всегда умнее, пей воду, пей себе воду, делай себе смузи, покупай фрукты. То ты за это евро мог бы себе манго купить, целый манго, сочный, вкусный, спелый манго, который приносит тебе только пользу, здоровье, витамины и так далее. А это отбирает у тебя всю энергию, все здоровье отбирает. Так что, друг, бросай эту ерунду, завязывай с этим всем делом, не пей это, покупай себе за эти деньги лучше фрукты. Можно клубнику купить, кстати. Вот вчера цена была 2 евро полкило в Германии, в Лейпциге. Так вот, за это евро ты мог купить себе 250 грамм клубники. И она намного вкуснее, и ты бы ее всю съел бы. А не вот так не допил, еще оставил в машине, еще потом машину мыть. Потом еще твои дети будут видеть, что ты это пьешь, и будут думать, что это нормально, а это ненормально. Ненормально. Все, подписывайся на мой канал, ставь лайки и нажми на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Все, пока.